Альбина, где взять силы, чтобы встать и начать работать? Альбина, останови меня, я уже не могу есть. Как у тебя это получилось? Камила, я вот пытаюсь разобраться со всеми лишними килограммами, которые за новогодние праздники накопились. Поверь, вот если ты встанешь на весы, у тебя сразу появится энергия. Нет, Альбина, мне становится плохо от одного слова вес, поэтому давай лучше не будем таких экспериментов пробовать. Камила, вот а как тебе слово диета? Ой. Работа? Ой. Будни? Нет, 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 мне не нравятся такие слова. Пора брать себя в руки. Уже десятый день нового года, пора начать новую жизнь с новыми силами. Ты права, только мне нужна помощь, одной мне тут не справиться. Но я надеюсь, что ты и наши сегодняшние гости мне в этом помогут. Конечно, поможем, Камила. В эфире дневное шоу «Конорейки» и мы начинаем Новый год с чистого листа. Поехали. Похочешь небольшую мотивацию? Эта рабочая неделя будет очень короткой. Всего лишь три дня, а после вновь два выходных. А впереди в 2019 году нас вообще ждет 118 выходных и праздничных дней. И, кстати, первые будут уже в феврале. Мы будем поздравлять мужчин целых два дня. 22-го, нет, 23-го и 24-го. И, кстати, в марте нас тоже ожидают выходные дни. Отдыхаем 8-го, 9-го и 10-го. Ну и за это, конечно, нужно сказать спасибо женщинам. Вот такими же продолжительными, как и новогодние, будут майские праздники с 1-го по 5-е, а после с 9-е по 12-е. Ну а следующий выходной день нас ожидает на день России 12-го июня. Ну и завершаем праздничные дни в 2019 году в ноябре 2-го, 3-го и 4-го в честь Дня Народного Единства. Ну а что дальше? Новый год и все по кругу. Вот так быстро и пролетит этот год. И опять выходные, оливье, подарки. И лишние килограммы. Нам бы с этими в этом году разобраться, теми, которые мы накопили. И я тебе предлагаю не откладывать в долгий ящик и начать с этой насущной проблемой. Да, очень болезненной. Ну что, давай звать на помощь специалиста. У нас в гостях диетолог Ирина Цагаева. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Ирина, расскажите, пожалуйста, как нам взять себя в руки и с чего нужно начинать после таких затяжных праздников? Я прежде всего хотела бы обратить внимание на то, что, чтобы не брать себя в руки, нужно заранее продумывать, что будет делать на Новый год. И как бы, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно съеденные калории и за килограммы, которые появились на весах. Наверное, нужно заранее продумать, как себя вести в новогодние праздники. Но если уже факт... Упустили мы этот момент. Согрешили. Что с этим делать? Согрешили. Согрешили. Значит, надо как-то взять себя в руки. Многие говорят, что голодание – это опасно, это бредно, но если человек переел, то поголодать нужно. Если вы ввели себя в стресс перееданием, то обратная дорога только через обратный стресс. Заново. Через мучение. То есть кардинально, нет никакого постепенного перехода. Ну, тут мнения специалистов разделяются, но... Сегодня нас интересует ваше мнение. Да, мое личное мнение, что, значит, расплачиваться надо за эти килограммы. Звучит очень жестоко. Так же кардинально, как их набирали, так же кардинально, и нужно с ними бороться. Поэтому ничего страшного нет, если человек, который переел, загрузился большим количеством белков, жиров, углеводов, которые нужно расщепить и которые дают практически интоксикацию организму. А ведь вы же сами чувствуете, когда вы переели, то вы себя плохо чувствуете. И единственный путь – это поголодать хотя бы сутки и посидеть просто на воде. То есть абсолютно, да, исключить пищу? Да, исключить пищу. Голод, холод и покой. И тем самым мы просто пока настроим свой организм, да, я так понимаю, мы не похудеем сразу моментально. Нет, конечно, в любом случае есть три этапа голодания. Вот первый этап голодания – это, конечно, стресс, это возбуждение. Второй этап голодания – это уже как бы физиологический ацидоз. И третий этап голодания – это уже стабилизация состояния. Но вторые два этапа человек не может делать самостоятельно без помощи специалистов. Только первый этап доступен нам в домашних условиях. И, наверное, поголодать сутки, посидеть на воде, и вы почувствуете облегчение. То есть это будет этап выведения шлаков из организма. И это, конечно, будет полезно. Особенно тем людям, которые имеют какие-то хронические заболевания. Там желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Потому что голодание, оно рассматривается как лечение этих заболеваний. Ну, как бы один из вариантов лечения. Ну, вот я думаю, что это будет очень действенно для нас. Ну, а как быть сейчас, мне кажется, у большинства населения гастриты, язвы и так далее. Скажите, как быть в такой ситуации? Можно ли голодать с гастритом? С гастритом голодать можно. Нежелательно голодать с язвенной болезнью. А с гастритом сутки ничего абсолютно не случится с желудком. И нежелательно голодать и с ишемической болезнью сердца, и с гипертонией. Вот это как бы тоже нежелательно, потому что какие-то механизмы активизируются. Это пагубно может на здоровье человека отразиться. Ну, мне кажется, что с гастритом, в принципе, и переедание опасно. Ну, я же вам говорю, когда я пишу своим больным, потому что я занимаюсь и гастроэнтерологией, и диетологией, я первым пунктом всегда пишу диета. Но диета — это даже... Я не подразумеваю диету, я пишу её условно. Но это я подразумеваю, поэтому под этим правильное питание. Сбалансированное, правильное питание. И если этому придерживаться и в новогодние, и в любые другие праздники, то я думаю, что... Голодать не придётся. Да, голодать не придётся. Во всём всё хорошо в меру. А если мы говорим не о таком вот кардинальном голодании, а о каких-то разгрузочных днях, да, какие это могут быть? Вы имеете в виду... Если мы употребляем, может, монодиеты какие-то? Нет, уже после праздника. А, ну, монодиет — огромное множество, и ими можно пользоваться. Мы когда-то говорили о вегетарианстве и раздельное питание. Есть какие-то раздельные яблочные диеты, там, белковые диеты. То есть их огромное множество, и это всё зависит от пищевых пристрастий человека, его индивидуальных особенностей. Ну вот организм мы свой уже, в принципе, так скажем, очистили, да, и теперь у нас цель похудеть, да, прийти хотя бы в то же состояние, которое было до Нового года. Что тогда? Значит, если вы хотите слишком многого от своего организма, то тогда нужно обратиться к специалисту. Я думаю, не стоит самостоятельно голодать, чтобы вы не нанесли вред своему здоровью, потому что мы не всегда знаем, какие хронические заболевания мы имеем. Мы каждый день не ходим к врачу, не обследуемся. То есть какие диеты подходят именно нам, мы не можем сами подобрать. Да, это только с помощью доктора на приёме у диетолога, гастроэнтеролога вы можете определиться со своей диетой. А разгрузочное, вот, сутки, двое, пожалуйста, это вы можете вне зависимости от вашего состояния поголодать. Это только в пользу. Отлично, мне кажется, замечательно. Не очень приятную информацию вы нам сказали, если честно. Как это голодать? Непонятно. Я старалась, я старалась. Но, тем не менее, очень полезное. Спасибо вам большое. Я уверена, наши телезрители взяли на заметку. Такой способ разгрузки и очищения организма. Спасибо вам, что пришли к нам. Ещё раз с праздниками вас. Всего хорошего, взаимно. Будем ждать вас ещё к нам в гости. Спасибо вам большое. И я хотела бы поговорить о таком направлении, как детокс-диеты. Они очень популярны. И что это такое, с чем это едят, расскажет нам наша корреспондент Элизава Мильдзихова. Давай посмотрим в сюжете. Новогодний отдых миновал. Однако последствия праздничного переедания даст плоды в течение рабочих будней. Организм требует взбодриться. И тут чашкой кофе совсем не обойтись. Многие прибегают к помощи детокс-программ, пытаясь экстренно пополнить силы. Медики же предупреждают, мгновенных чудес не бывает. Всегда легче не допустить проблем со здоровьем, чем их исправить. Если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом, то детокс-программы, они могут навредить. Потому что кому-то можно сырые фрукты, кому-то можно сырые овощные соки, фруктовые соки, а кому-то категорически нельзя. Каждый раз, когда вы переели, то нужно дать своему организму отдых. Пить достаточное количество воды. Это не для всех 2 литра в день, как рекомендуется. Считается, что на 1 кг веса 30 мг воды – это норма. То есть в течение дня нужно умножить эти 30 мг на свой вес. Если вы все же точно решились очистить организм комплексно, но были ранее сложности с пищеварительной системой, то консультации с врачом и лабораторные исследования обязательны. Важно удостовериться, что вы не навредите себе активным очищением. Каждый человек должен пытаться для себя выявить свой детокс, прислушиваясь к своему организму. Всегда это и учет своих диагнозов, и всегда это ощущение. Самое первое правило доставки в организм витаминов – это свежие фрукты и овощи. А вот если измельчить их и сочетать, то польза возрастает. Например, коктейли из сельдерея и огурца, грейпфрута и яблок. Лучшая витаминно-минеральная подпитка. Сельдерей на самом деле обладает очень специфическим вкусом. Сначала он бывает непонятен, тем не менее он обладает огромным количеством витаминов и минералов. Если подавать такой фреш, например, к мясу, то вы повышаете, улучшаете пищеварение. Коктейли и смузи из овощей и фруктов знакомы с момента изобретения соковыжималки. Они имеют удобную консистенцию, легки в приготовлении, а главное – могут заменить прием таблетированных витаминных комплексов. Именно в смузи структура овощей и фруктов, она измельчена. То есть вы получаете одновременно и количество клетчатки, необходимое для стимулирования вашей пищеварительной системы, плюс за счет измельченной структуры, за счет того, что клетка уже разрушена, микроэлементы, те самые витамины, они попадают в ваш организм быстрее, усваиваются гораздо лучше. Очищение организма может показаться нудной затеей, хоть и необходимой. На помощь придут друзья. Устройте теплую встречу в кафе за стаканчиком вкусных и полезных коктейлей, и комфортный детокс вам гарантирован. Элиза Мильзахова, Диана Кабалоти, Суслан Кумаев, Осетия, Эристон. Камила, а ты знаешь, что есть еще один, но безболезненный способ похудеть? Без диет и без тренировок. Это уже интересно. Это правильно подобранная одежда. Ну что ж, как скрыть все ненужное, подчеркнуть все плюсы и красиво шагать в Новый год, нам расскажет наш модный эксперт Арнелла Хубецева. Привет, Арнелла. Привет, Арнелла. С праздником тебя. Возвращение. Но, судя по Альбине, она не поправилась, потому что ее наряд только подчеркивает детальство. А мы как раз-таки будем говорить о оверсайзе. Камила, ты тоже поверишь. Я немного скрыла. Нет, ну да, на самом деле, вот у Камилы, кстати говоря, очень удачный образ такой. Вот вроде и притальное платье, но я вижу там оно на резиновой основе. Да, хитренькое платье. Да, да. Камила, все твои секреты раскрылись сейчас Арнелла в Арнелла. Но сегодня поговорим об оверсайзе, потому что он актуален как и в вечерней моде, так и в повседневке, так и в офисном, в принципе, варианте. Начнем с офисного варианта. Это белый батник и поверху свитер оверсайз, который безумно актуален как в повседневке, так и в офисе, и вы можете его адаптировать вообще к любой, в принципе, ситуации. Брюки я предлагаю использовать такие, то есть это слегка укороченные, 7 восьмых длина. Удобство в чем заключается? Я считаю, что такие брюки должны быть в гардеробе у любой девушки. Они со стрейчем. То есть если вы слегка там поднабрали или что-то еще, то в принципе это никак не отразится на этих брюках, то есть они не будут у вас трещать по швам, как, к примеру, могут вас подвести костюмные брюки, да, то есть такие вот без стрейча, без ничего. Конечно, это красиво, но это не очень практично именно с этой стороны вопроса, да. И опять-таки тоже эти брюки не только в офис можно носить, но и тоже адаптировать и там куда-то в повседневную. Это такие полулеггинсы. Да, но при этом они будут держать вот именно тело, то есть не будет вот такой какой-то рыхлый вид, как вот леггинсы, в чем-то их имена заключается, что они придают телу такой легкий рыхлый вид, даже если оно таким и не является. А здесь вот можете потрогать. Блотная ткань, да? Да, то есть она наоборот будет собирать фигуру даже больше. Корректировать в чем-то. Да, 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 но при этом то есть это не будет, ну как-то не будет ничего не вываливаться и не будет подчеркивать то, что лучше не подчеркивать. Какая нужная вещь. Да, еще сейчас стоит обратить внимание на то, что они бывают с утеплителем, то есть как раз таки на сезон, потому что все девушки сталкиваются с этим вопросом, ну как надеть колготки под брюки, ну это же смотрится ужасно, но при этом же с практичной стороны, то есть холодно все-таки все равно. Это прекрасная такая альтернатива и сейчас часто стали встречаться такие брюки. То есть мы надеваем такие брюки зауженные вместе с оверсайз свитером и он вот все лишнее, что нас сможет смущать, прикроет и создать такой достаточно интересный силуэт. Да, визуально, то есть вас вытянуть и наоборот будет только стройнить. Ну это подходит абсолютно при любой комплекции сверху. Да, да, то есть единственное, верх вообще идеально, можете даже не переживать. Вот единственное, с брюками можно повозиться и правильно подобрать. Длину, наверное. Да, длину и в принципе фасон тоже, потому что бывает, что некоторые девушки обращают внимание на там кривизну своих ног, да, бывает же вот в области колен. И на самом деле я думала, что если носить обтягивающие даже, то это не настолько вот привлекает внимание, как когда наоборот, допустим, девушка надевает юбку до колена, то есть думая, что она его покрывает и оно не будет видно. Наоборот, это выглядит хуже. Поэтому я в принципе думала, что у любой девушки можно носить такие брюки, но все равно у некоторых бывает же как-то такой момент, что вот, все-таки ноги не совсем идеально прямые, но в принципе они такие идеальные только у моделей. Да, поэтому нужно смириться, что... Да, и спокойно носить эти брюки, да, и не акцентировать внимание на таких своих недостатках. Надо полюбить себя. И они, мне кажется, очень удобные могут быть с высокими сапогами. Конечно, да, я поэтому еще выбрала именно зауженные брюки, потому что все-таки сейчас многие... Ну, их-то можно носить, в принципе, и с кроссовками, да, зимний вариант, то есть утепленный вариант, да, и с кедами. Но, впрочем-то, и с ботинками тоже они прекрасно будут смотреться, да, и, естественно, и с сапогами, и с ботфортами. То есть самый такой практичный вариант на сезон такой. Ну, следующий образ – это повседневный образ. Это тоже опять оверсайз. То есть это брюки палаццо, раскрешенные, такие из-за высшей наталии. Вот очень актуальные, мне кажется, сейчас костюмы в такой ткани. Да, особенно еще, да, цвет camel – это кашемир. Конечно, это очень приятно, это очень дорого и смотрится всегда богато. То есть вроде бы просто, но насколько все равно вы будете смотреться элегантно, но в то же время и вот не вычурно, выдержанно очень. То есть вообще я думаю, что в гардеробе у каждой девушки должен быть костюм из кашемира. Вот особенно на такой период, особенно на новогодние праздники и так далее, конечно, смотрится очень уютно. Очень уютно, да, удобненько. Романтично, я бы сказала. Ну, на первый взгляд, да, такое ощущение, что это вот точно может немножко полнить и никак, наоборот, не скрадывать все лишние килограммы, которые мы набрали. Во-первых, цвет, а во-вторых, ткань. Нет, поэтому мы выбираем необтягивающий силуэт, опять-таки, да. То есть если, в принципе, у вас идеальные пропорции какие-то там и так далее, то, в принципе, можно выбрать там, как леггинсы бывают, вот реально из кашемира леггинсы, да, и супер обтягивающий топ. Но просто уже вопрос актуальности, это не актуально. Сейчас, то есть все дизайнеры, они представляют что, опять-таки, в основном оверсайз, потому что это сейчас модно, то есть, да, это актуально. И мне нравится, на самом деле, очень этот тренд, потому что, ну, дайте людям эту загадку, да, какая у вас фигура и так далее, носите оверсайз, потому что, опять, он идет все равно всем, как и худенькой девушке, так и такой более аппетитной формы. То есть оно не будет подчеркивать и ваших недостатков, а при этом он придаст такую, как бы, загадку, да. И поэтому такой комплект не будет вас полнить, это стопроцентно. Поверь профессионалу. Да, особенно вот эти брюки, опять-таки, да, то есть следует отметить их посадку, что она высокая тоже. То есть, если все-таки вы хотите сделать акцент на талии, то, в принципе, можно подзаправить чуть-чуть вот краешек свитера в брюке, и у вас будет прекрасный образ с акцентом на талии. То есть, очень удобно на повседневку, очень тепло и очень... Ну, выглядит это очень уютно. Да, конечно, и очень красиво, на самом деле. И, опять-таки, цвет camel, это базовый цвет, он идет абсолютно всем и со всем сочетается. А кажется, что... Переходим к десерту. Ну, и, может, в чем-то светлых людей он обезличит, нет? Нет, на самом деле нет, тут, опять-таки, вопрос макияжа. К примеру, если брать твой макияж, который сейчас на тебе, то, в принципе, ну, отлично будет. Но если у тебя будет супер-нюдовый макияж, без какого-то акцента на губах, но, в принципе, у тебя волосы тоже темные, поэтому нормально будет смотреться. Да, я тоже думаю, что будет вполне гармоничнее. Там вот уже немножечко сложнее, да. Но, опять-таки, с помощью макияжа или каких-то аксессуаров, к примеру, там, палантин, шарф, что-нибудь такое, можно прекрасно обыграть. Арнольд, а не томи меня, я тебя прошу. Я вижу этот синий цвет. Да, на самом деле сейчас еще близится праздник, тоже старый Новый год, мы уже будем собирать. Божественное какое-то. Да, и если вдруг вы подобрали, прекрасная альтернатива обтягивающим силуэтам, которые не менее актуальны, наоборот, даже уже намного более стильными считаются. Это комбинация, такая шелковая вода, и, казалось бы, на шелк он же как бы может что-то подчеркнуть. Да, подчеркнуть. Ну, и поверх мы надеваем такое, как халат-кимоно, то есть здесь еще и ремешок. То есть можно сделать, в принципе, акцент на талии, а можно его и не делать, то есть надеть на распашку. И, естественно, такой полуприлегающий фасон, все. В общем, выглядит очень загадочно, но в то же время и интересно. Покажи, пожалуйста, вот сзади этот роскошный павлин, просто потрясающий, мне кажется. Ну, конечно, так и должно быть, то есть если спереди это просто и лаконично, да, то... Да раз, и сзади неожиданная красота. Конечно, это обязательно, да. То есть вы будете выглядеть стильно, интересно, и я еще вот борюсь с этими обтягивающими платьями и обтягивающими силуэтами, которые так любят вот девушки на самом деле, что есть масса прекрасных, достойных альтернатив, которых вы будете выглядеть намного интереснее, нежели вот в этих обтягивающих платьях. То есть вот согласитесь все равно, насколько вот это выглядит сейчас, ой, неизбито и интересно. Да, ну очень интересно, необычно. Или, к примеру, платья, которые на вас опять-таки тоже, да, они у вас тоже, вот у Камилы такое полусвободное, летящее, да, у тебя просто сделан акцент на таль, то есть это правильно, да. Вы подчеркиваете свою фигуру, но при этом и даете какую-то загадку. Поэтому на такие мероприятия вечерние, сейчас даже поднабрав вес, вот, ну, твоего-то нет, а вот Камила на платье, в принципе, тоже. Она очень-очень. Ну что, Альбина, мы получили плюс ко всему еще и комплименты, помимо полезной и нужной информации. Ну как? Как без этого, Арнелла, спасибо, мы уже скучали по тебе по твоим интересным урокам. Да, я тоже, по-моему. Приходи к нам обязательно с новыми идеями и с новыми интересными образами, будем тебя ждать обязательно в гости. Ну что, Камила, у нас сейчас реклама. Да. Камила, подожди, что ты собрал раздет? Ты воспринимаешь себя буквально слишком. Вороться с лишними килограммами нужно, но не так кардинально. Ты же только что поела. А, ну да, ты права. Ну, Альбина, ну ты же меня знаешь, если я за что-то берусь, если какая-то идея приходит мне в голову, то я должна ее сделать. Я все понимаю. Или довести это до конца. Я все понимаю, Камила. Ну ты права, знаешь, в чем? О питании мы поговорили, и мне кажется, вот самое время позвать фитнес-тренера и приводим свое тело в норму после Нового Года вместе с фитнес-тренером Ириной Игнатьевой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. С праздниками вас, присаживайтесь. Спасибо вам вас также. Очень рада вас видеть в нашей студии. Спасибо за предложение. Ну, как вы провели Новый Год? Лишние килограммы появились у вас? Лишние килограммы, наверное, у всех появились. Мы тоже люди-тренера. Но тут главное, как их сбросить быстренько, прийти в форму. Вот и мы о том же. Как это сделать? Все мучаемся. У Камилы уже что только не перепробовала. Это, наверное, главный вопрос у всех. Как бы я посоветую, что для начала, первое, не лениться однозначно. Второе, наконец-таки дойти до фитнес-клуба, фитнес-студии. Неважно, если как бы не получается, вы можете делать это дома, заниматься спортом. Подробно расскажу. И, естественно, если вы ходите уже в фитнес-студию, фитнес-клуб, обратиться к своим тренерам. Своим любимым профессиональным тренерам. Позвать на помощь. Да, однозначно за помощью, потому что у нас большее количество людей, клиентов, они общее представление о фитнесе как бы не имеют, и что-то там делают неправильно, если у них какие-то ошибки, вредят своему здоровью. Поэтому обратиться к тренерам за помощью, чтобы им тренер помог однозначно. Ну вот здесь самое сложное, настроиться еще морально. После такого отдыха активного, да? Да, в кавычках. Пассивного на самом деле. Как настроить себя, как поднять себя, и можно ли сразу же вот так с головой окунаться в тренировку, или это все-таки надо как-то постепенно? Есть ли какие-то волшебные слова? Смотрите, если как бы вы до этого не занимались, то, естественно, сразу резко бросаться в спорт нельзя. Надо постепенно подготовить свой организм. Если же клиент до этого занимался, то да, можно, конечно же, свой организм привести в шок, нагрузить себя хорошенечко, чтобы сбросить эти килограммы. Да, так можно. И первое, наверное, чтобы не лениться, вы должны понимать, чем больше вы лежите, кушаете, наедаете себе жирки, тем тяжелее вам будет потом их сбрасывать. Лень – это такая вещь. Потом так и останетесь. Дома лежать. И никогда себя не поднимать. На работе сидеть. Да. Ближе к лету, как обычно, у нас дамы начинают в мае за месяц приведите меня в форму. Поэтому не ленитесь, надо начинать сейчас. А то вот как тюлень лежишь, так прекрасный отдых, да? Да, да, обязательно. Ну, можно его так назвать. Ну, вы знаете... В домашних условиях, вот я лежу как тюлень, поднял, все-таки заставил себя встать. Что я могу сделать дома? Смотрите, в домашних условиях, да, тоже большой спрос у нас идет онлайн-тренировки в домашних условиях, потому что они все успевают. Вы можете заниматься интервальными круговыми тренировками. У нас сейчас есть соцсети, где можно, в принципе, ввести, задать там вопрос, разнообразные упражнения, такие известные упражнения, как гурпи всеми любимые, приседания, всякие различные планки. И выстроить их, как бы, интервальным тренингом. Тем самым вы себе поможете качественно скинуть те килограммы, которые вы наберете. Либо второй вариант, если, может быть, есть у кого-то собака, тоже очень хороший вариант. Взяли собаку, раз, и бегом побежали вместе с собакой. То есть бегать тоже можно? Да, у нас сейчас такая прекрасная погода, вы можете, конечно же, гулять. А насколько вот в такую погоду безопасно бегать? Как правильно дышать в таком случае, чтобы не заболеть? Смотрите, если вы до этого бегали когда-либо, весной, летом, вы можете себе позволить бегать зимой. Если же человек не бегал никогда в жизни и вдруг хочет начать бегать зимой, большая вероятность того, что вы заболеете. Лучше не начинать. Да, лучше начинать весной. Обычные прогулки зимой в сам раз. Не навредят. Мы всегда находим кучу отговорок. К примеру, у меня нет времени пойти в фитнес-зал, я очень занята дома, ну с дома мы решили уже. Или я очень занята на работе, но ведь и на работе наверняка можно выкроить несколько минут для того, чтобы сделать пару упражнений. Да, не уходя далеко от своего рабочего места. Да, еще тоже возможно правильно, если еще вы будете заниматься с коллегами, кого-то подключите еще лучше. Будет интереснее, конечно, это же и мотивация, не вы одна, а, естественно, с коллегами. Тоже можно как в виде зарядки что-нибудь по утрам делать. А давайте вот мы представим сейчас, да, что вот как-то... Давайте я вам предложу присесть вот на этот стул, чтобы было вас хорошо видно, и вы нам покажете несколько... Сидя или можно встать? И сложных, и легких упражнений сидя, стоя, стоя. Смотрите, стоя, да? Стоя можно? Можно стоя? Такие упражнения... Буду сейчас показывать элементарные базовые упражнения. Такие упражнения, как приседания, ноги на ширине, стопы развернули, присед, встали, присед, встали. Вот так неожиданно, если я начну делать все нормально. Вот я поняла, как тебе, Альбина? Да, с приседаний начнем. Такие упражнения, как обратное отжимание со стула, прорабатывается трицепс, на выдохе подъем. Да, это базовые упражнения, для начинающих будет самое то. И такие упражнения, как планка на руках, обычно, сейчас я покажу. То есть мы можем, вот так вы думаете, где угодно? По времени засекли, минуточку простояли, самое то. Вот, приблизительно как-то так. По сути, три упражнения, которые могут нас взбодрить на рабочем месте и... Привести в тонус, мне кажется, наши мышцы в норму. И у меня такой вопрос, она, незадолго до вас, диетолог сказал, что можно вот такой быстренько ввести в шоковое состояние свой организм и поголодать один день, да? Если я голодаю в этот день, стоит ли мне еще сильнее шокировать свой организм и идти заниматься или какие-то физические нагрузки? Однозначно нет, потому что вы голодаете, в ваш организм не поступает белок, углеводы, клетчатка, вы это не употребляете. Еще плюс, если вы дадите физнагрузку, то, естественно, могут быть головокружения, тошнота, и вы физически как бы не сможете это сделать, поэтому однозначно нет. Если голодование, то только голодование. На следующий день, когда употребляете пищу, тогда уже можете подключить тренировки. И последний вопрос. Камила у нас очень сразу же начинает в омут с головой. Можно ли в омут с головой и целыми днями с утра до вечера каждый день тренироваться? Без остановки заниматься физическими нагрузками. Вот в фитнес-зал пойти. Или все же нужно там три раза в неделю, как советуют, один час в день? Нет, в омут с головой, естественно, нет. Если как бы цели к каким-то там соревнованиям готовятся, то да. Если я спортсмен. Да, если спортсмен. Если цели просто привести себя в порядок, подтянуться, быть в хорошей форме, то, естественно, три раза, четыре раза в неделю тренировок – это с головой достаточно. Тут главное, чтобы во сне было перетренированности. Если вы, допустим, тренируетесь много, и тут раз вы по определенным причинам забросили спорт, уехали на отдых, и что-то где-то вы употребите не то, вы сразу будете резко поправляться. Потому что организм постоянно привык, что вы больше тратите, меньше употребляете. Поэтому должно быть, наверное, все в меру. А у меня еще один вопрос, но это такой наболевший. Когда, допустим, я приступаю к тренировкам, у меня начинается головокружение, тошнота. Да, нормально ли это? Потому что я спрашивала у многих своих подруг, они говорили, ничего, это нормально, первое время, а потом пройдет. Это нормально? Проходит у вас? Нет. Постоянно так бывает? Тогда это ненормально. Первое, что – это сосудами разобраться. Может быть, у вас пониженное давление, скорее всего, это сосуды. Второе, перед тренировкой за два часа употребляйте пищу. Ну, скорее всего, да. Вот, это тоже хорошо, надо делать перед тренировкой, да, за два часа употребляйте пищу. За два часа, не поздней. Да, за два часа. Значит, первый вариант – вам надо проверить свои сосуды с давлением проблемы, потому что тошнить и постоянно головокружение у вас не должно быть в тренировочном процессе. Первые две тренировки, может быть, далее, нет, ни в коем случае. Личная консультация. Да. Ну что, спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам с праздниками, вас еще раз, с наступающими праздниками. Мы вас будем ждать снова к нам. Ну и будем стараться держать себя в форме. Спасибо большое, вас также с праздниками. Спасибо. Камила, мы так активно готовились к Новому году. Худели, покупали подарки, новые платья, посещали салоны красоты. И, в общем, во всеоружии шагнули в Новый год. Да, шагнули мы во всеоружии. Но а что после, Альбина? Неправильное питание, нехватка свежего воздуха и нарушение сна. Какой итог? Проблемы с весом, с пищеварением, с кожей. Куча проблем. О том, как вдохнуть сияние в нашу кожу, мы поговорим с косметологом Дианой Корнаевой. Диана, здравствуйте. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. С праздником вас. Очень рады видеть в нашей студии. Диана, расскажите нам, что же делать? Вот как отражается на нашей коже вот это такие активные праздничные дни? Мы часто первые дни сидим дома, неправильно питаемся, да? Все это как-то сказывается? Плюс сухой воздух в помещении отапливаемом, я думаю, что тоже как-то влияет. Абсолютно правильно, потому что вот этот набор, когда мы мало двигаемся, много спим и много едим, того, что мы обычно не делаем, да, то это огромный стресс для организма, да. А первым таким органом, который на это отвечает всё, это, конечно, кожа, да. Поэтому если говорить именно о питании, да, то тут последствия питания могут быть какими? Если это более подростковый возраст, то, конечно, на первый план выйдут воспалительные какие-то изменения. Если это уже женщина старше 30 лет, да, то тут будут присоединяться, конечно, отёки, да, потому что мы мало двигаемся, много спим, плюс, ну, порой спиртное в неграниченных количествах, да, это тоже будет, естественно, отражаться, да, на коже. Если касаемо воспалительных процессов, да, ну тут, конечно, без помощи косметолога не обойдётесь, да, и тем более сейчас зимний период, можно себе позволить в выходные прийти и сделать какие-то более активные процедуры, которые обычно пациенты не могут себе позволить, поскольку работаем, да, в основном всех. Что касаемо отёков и 30 плюс возраста, тут, конечно, также подойдёт процедура криволифтинга. На сегодняшний день очень актуальная процедура, она абсолютно безболезненна, это не эвазивная процедура, то есть к ней минимальный перечень противопоказаний, и, соответственно, её могут позволить даже пациенты в интересном положении, беременные женщины, кормящие мамы, да, то есть абсолютно спокойно, даже те, которые очень боятся иглы, могут себе позволить такую процедуру. А как она проходит? Что это? Это под определённым зондом снижается температура кожи до 18 градусов, и такой идёт лифтинг за счёт холода. Дальше присоединяется вторая манипула, которая вводит инъекционные препараты, но абсолютно под безболезненным введением. Очень комфортная процедура, достаточно доступная. А мне знаете, что интересно, если происходит ухудшение кожи именно за счёт переедания неправильного питания, то возможность в этом случае лучше вначале поработать именно изнутри с проблемой, а не сразу обращаться с зачисткой какой-то? Да, но понимаете, здоровье кожи, она никогда не будет обособлена от здоровья организма. Это одно целое. Соответственно, пытаться что-то за однократное посещение решить в любом случае не получится. Я сейчас говорю о тех случаях, когда у вас абсолютно нормальный режим. Вы следите за питанием, вы ходите в спортзал, просто вы выпали на 14 дней с общего графика. Вот тогда эти процедуры помогают. Если же это всё-таки постоянный режим, то надо всё-таки обратиться к психологу, я так думаю, потом к диетологу, потом к цепочке. У всех врачей обойти это будет гораздо эффективнее и безопаснее. Но если всё-таки мы на Новый год побаловали себя, и отёки появились на нашем лице, несмотря ни на что, есть ли какие-то упражнения, которые могут нам как-то разогнать всё это, все эти неприятности? То есть идёт речь о том, как утром встали и себя не узнали в зеркале. Да, 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 именно. По этому сценарию, да? Ну, соответственно, смотрите, если всё-таки утром встали и не узнаете о зеркале, да, лицо отёкшее, достаточно сухое лицо, то, во-первых, советую в зимнее время умываться прохладной водой. Ни в коем случае горячей водой, потому что горячая вода дополнительно сушит кожу. Второе — это утром выпить стакан тёплой воды, разгрузить чуть-чуть организм, соответственно, отёки сами уйдут, просто натощак, не завтракая пока. Это где-то за час до завтрака. Далее, что мы делаем? Это банальные движения рук, то есть буквально три минуты, которые вы посвятите своей коже, дадут хороший результат на дальнейший день. Можно показать на ком-то, если забываем, да, или же просто ручками, да, как мы можем это сделать, вы можете синхронно со мной повторить, да, повторить, да. То есть мы складываем в такой вот треугольничек, да, ручки, да, и прикладываем прямо к переносице, да, и такими движениями проталкиваем только плотника по коже, да, до периферии лица. Тем самым вы отработаете всю сосудистую систему до лимфатических узлов, да. Также вы потом это делаете вверх по лобной части, да, и глаза отрабатываем мы к височной части, да. То есть буквально это можно делать сухими руками, желательно это делать на достаточно легком креме, чтобы было больше скольжения там. Комфортнее было. Да. Понятно. Мне еще, знаете, вот мы наконец-то дождались замечательного снега, но вместе с ним мы пришли морозы. Как нам стоит поступать для того, чтобы обезопасить как-то свою кожу? Как подготовить кожу, да, к таким ходу? Ну смотрите, мы когда выходим на холод, не надо забывать и позаботиться о коже, да, не только одеться тепло, но и позаботиться о коже. Первым делом это, конечно, защитить от утрафиолета, потому что многие думают, что зимой этого делать не надо. Снег — это очень большой отражатель, да, утрафиолетовых лучей, поэтому в зимнее время мы также продолжаем, как и в летнее, защищать кожу от утрафиолета. Это SPF крема не меньше 30, особенно если вы направляетесь на горнолужные какие-то, да, курорты. Тем более там еще, если в городской местности это все-таки меньше, вы не столько пребываете на холоде, то там это иногда доходит до полудня, да, до целого дня. Это первое. Второе, конечно, все-таки использовать кремы зимние, да. Что это означает? Когда вы исключаете в дневном режиме кремы с увлажняющим фактором. Этого категорически нельзя делать. То есть легкие увлажняющие кремы с содержанием гиалуроновой кислоты, мочевины, молочной кислоты, те, которые у нас отлично работают в летнее время, зимой мы с ними не работаем, поскольку это все будет на холоде, что? Кристаллизоваться, да, и, соответственно, к вечеру будут потом островки небольшого такого шелушения, раздражения. Используем мы что? Масляные кремы на натуральной основе. Это могут быть кремы также ненасыщенными жирными кислотами, такими как омега-3, омега-6. Это все абсолютно то, что не хватает барьерной функции кожи, то есть тому слою функциональному кожу, барьерному, который нас защищает, как одежка. Скажите, а тональная основа, она тоже служит защитой, либо, наоборот, раздражающим фактором? Нет, тональная основа служит еще одним дополнительным слоем защиты, но опять-таки же, если бы вы это подобрали правильно. Если там вы тоже учли эту же историю с СПФ, то есть это вам будет дополнительный, поскольку есть такой еще момент, тоже многие об этом не знают. СПФ работает тот, который вы наносите последним. То есть если у вас в креме 30, и в последующем вы нанесли тональную основу 15, у вас 15 СПФ, это очень, да. Так же это работает и в летнее время, тут зависимости нет. И так же вы к тональному средству относитесь так же, как и к крему, только зимние условия, да, то есть никаких увлажняющих тональных основ, которые дают вот это освежение, нет. Это на зиму не подойдет. Ну что, мне все понятно. Как тебе, Альбина? Я все поняла. А, еще один момент, конечно, на сегодня никто не обходится без гаджетов, да, и в принципе ультрафиолетовый индекс можно очень легко, многие говорят, ну вот у нас не такой высокий уровень индекса. Очень можно легко это узнать. Вы открываете свой смартфон, там, где вы всегда смотрите погоду, спускайтесь прямо до нижнего показателя, там ежедневно обновляются показатели ультрафиолетового индекса. Вот так вот. И теперь мы будем во всеоружии. Спасибо вам большое, мы обязательно воспользуемся вашими советами. Мы будем ждать вас в нашей студии. С праздниками наступившими. Спасибо. Всего вам самого замечательного. Спасибо. Ну, а у нас сейчас небольшая рекламная пауза, и потом мы обязательно вернемся. На новогодних праздниках мы дали себе возможность выспаться, отлежаться. И вот после такого отдыха, мне кажется, нужен еще отдых. Да, Камила, я никак не могу вернуться к привычному ритму. Ночью у меня бессонница. Утром я никак не могу заставить себя подняться и пойти на работу. Выйти на работу после 10 дней праздника, конечно, задача не из легких. Но вот как настроиться на рабочий лад и не удариться в депрессию, нам расскажет наш психолог Елена Гибизова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас настроение, Елена? Шикарно. Как всегда, в принципе. И вы вот вновь заряжаете нас своей энергией, своим настроением. Поднимаете нам. Ну, расскажите нам, пожалуйста, как разбудить свой организм после таких затяжных праздников? Как быстренько вот так взять и взбодриться? Заставить себя собраться. Собраться, да. Ну, наверное, нужно разделить вообще свои праздники на три этапа. Первый этап – это начинаем мы с 30 декабря, когда идет подготовка к празднованию Нового года. И до 2 января – это первый этап включенности вот в этот праздник, вот этот ажиотаж, радости, удовольствия и ощущения предстоящих каникул. Второй этап – это с третьего, ну, давайте возьмем по шестое число, когда нужно обязательно посетить родственников, когда нужно сходить в гости, когда нужно отдать дань всем традициям и обычаям, которые у нас заведены. И в этот период обязательно необходимо соблюдать небольшую диету, немножко сократить употребление алкоголя, что крайне бывает невозможно, так как к родственникам идем. И немножко в питании себя подкорректировать. И, конечно же, третий этап, основной – это с 7-го числа по 10-е, по 14-е, в зависимости от того, у кого, какие каникулы. Это, конечно же, проведение времени со своей семьей, это выезд на природу, конечно же, сейчас нас снег порадует безумно, прогулки с детьми на свежем воздухе. И вот этот сбор самого себя, психологический настрой на работу, вот в эти 3-4 дня, полежать у телевизора, посмотреть фильм и за этот период приводить свой режим дня в норму. Что это значит? Это значит вовремя ложиться спать, вставать вовремя, в питании себя немножко уже ограничить, потому что мы привыкли. Когда захотел, тогда покушал, а когда захотел, пошел выпил чаю, да, и в 12 можем себе позволить, и в час ночи включить телевизор. Опять-таки, режим дня, восстановление. Хорошо, вы мне зададите один вопрос. Что делать, если не хочется идти на работу? Вот так силком себя за шкирку. Да, собирай, ну не хочу, не хочу. Вроде бы и любишь ее. Да, вроде бы и любишь. Отпуск вам поможет, это раз. И второе, ну, возможно, пришел момент, когда стоит задуматься о смене деятельности. А как вам кажется, вот такие длинные выходные, после которых я и так не могу себя заставить пойти на работу, ну, отпуск еще сильнее не усугубит ли эта ситуация? Я думаю, что нет. То есть, она просто скучится успеет? Да, выгорание называется, когда человек после отдыха, как вы сказали, требует еще такой же отдых. По какой причине? Потому что, к сожалению, чаще всего человек, выходя на работу, он выходит не отдохнувшим, он выходит раздраженным. И вот это раздражение, чтобы снять, нам необходим еще отдых. А вот тут поможет релаксационная программа, назовем ее упражнение «пяти минут». Как себя уговорить? Вспоминайте, вот еще пять минут утром вы встаете, хотите встать, говорить, ну, все, вот еще чуть-чуть, пять минут полежу, пять минут. А вы настраиваете. Давайте я пять минут сегодня поработаю. Пять минут. Поработали пять минут, сели, говорите себе, прямо можно засечь эти пять минут, поработали активно. И себе говорите, какая я молодец. Пять минут целых продуктивной работы. Потом точно так же, десять минут, пятнадцать минут, и вот так увеличивать время. Потом все психологи рекомендуют в первый день работы не начинать именно с погружения в работу. Потому что моментально вот эта усталость и отвращение к тому, что ты делаешь. С чего? Вот пять-десять минут общения с коллегами. Узнать, как провели отдых, что нового. Обменяться хорошо. Легкая подготовка. Да, идет такая легкая подготовка. Плюс, если вы уходите и знаете, что у вас такие затяжные каникулы, праздники, вы перед тем, как уйти с работы, убираете всю мишуру, которая будет вам напоминать о празднике. И когда вы выходите на работу, у вас рабочая обстановка, и вы, в принципе, готовы погрузиться. Да, все очень строго, очень педантично и аккуратно. Но если себя мы настроили, если мы смогли себя все-таки заставить пойти на работу и с удовольствием уже проводим время на работе, то как настроить детей на учебу? Это, мне кажется, гораздо сложнее. Тоже, это момент, который, в принципе, точно такой же, как и у взрослых. Если детки собираются, мы 14-го ждем детей в школах, не заставлять, не заставлять, то есть нагрузку моментальную не давать, но это зависит и от педагогов, которые не сразу погружают их в этот учебный процесс. То есть дается 3-4 дня на раскачку организма. То есть все понимают, что дети спали долго утром, и они с трудом, просыпая глаза, потирая, приходят в школу или в детский сад не хотят идти. То есть детям тоже давать возможность. Но опять-таки за 3-4 дня дать возможность организму собраться. Каким образом? Возвращение к режиму. То есть если ребенок поднимался в пол восьмого, ну поднимайте его ближе к восьмому, чтобы организм уже собирался и готовился к тому, что выход. И дома вспоминать. Может, книжку почитаешь? Ну а давай вместе, особенно в начальная школа, подготовить детей к тому, что все-таки это неизбежный процесс, им придется выходить, и лучше выйти в хорошем настроении, в позитиве, нежели в негативе, который приведут к отрицательным отметкам, которые усугубят в положении детей. Будем надеяться, что будет все только хорошо у наших деток. Спасибо вам большое, что пришли. Еще раз с праздниками. Спасибо за вот это замечательное настроение, которое вы нам подарили. Привнесли в нашу студию. Да, будем ждать вас в гости обязательно. Со всеми праздниками улыбок, позитива и радости. Спасибо вам большое. На работу, как на праздник. Спасибо. Так, пункт 51. Кормить кондереек вовремя. Да, а вот пункт 52. Краситься не за 20 минут до эфира. Альбина, мне кажется, этот список будет бесконечным. Но одно дело написать, а другое дело воплотить в жизнь. Ой, да, Камила, я уже посмотрела свой список за 2018 год, и как ты думаешь, сколько пунктов из него я осуществила? Не одного? Один. Написала список. Ну, все потому, что у тебя не было коуча и не было мотивации. В этот раз все должно получиться. И в этом нам поможет тренер по самодисциплине Алан Бегулов. Алан, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Мы очень рады увидеть вас в нашей студии с праздниками, со всеми наступившими и с теми, которые нам еще предстоят. Спасибо, взаимно. Алан, ну вот мы пытались составить с Камилой такой список дел на этот год. Как вообще нужно его правильно составлять? И правильно мы вот так хаотично как-то пытаемся? Или есть какой-то алгоритм действий? Есть рекомендации, как сделать его более реалистичным, и чтобы он воплотился в жизнь. Я услышал ваш разговор, что у вас там под 50 пунктов, но это вот уже первая ошибка. Потому что особенно, ну вы знаете, да, многие пытаются и хотят с 1 января начать новую жизнь, так называемую, да? И составляют большие списки. И мы-то делаем не один год подряд, да? Вы уже об этом сказали. Надо извлекать опыт из наших неудач. Поэтому первый совет – это желательно, чтобы список был короткий. Не более трех дел, которые вы намечаете себе делать на Новый год. Тогда вы психологически будете готовы к тому, чтобы вы видите, что не такой большой объем, что предстоит вам делать, что вы наметили себе делать. И вы это освоите. Когда вы себе такую гору намечаете, то уже вы чувствуете, что она на вас давит, и вы уже невольно, внутренне пытаетесь этого укладниться. И ваш опыт это не подсказывает. Ну как отфильтровать то, что не особо важно, и вот что необходимо выполнить? То есть какие-то глобальные задачи поставить? Да, вот здесь вы правильную тему затронули. Нужно, понимаете как, у нас всегда есть список очень срочных дел и необходимых. Он бесконечный. Поэтому если пойти по этому пути, то список не сокращается. Поэтому нужно выбрать по принципу не того, что необходимо, а то, к чему вы… Стреми. Нет, даже не в том, что стремите, а в том, что вы видите для себя большой смысл. Вот на данный год. Что для вас содержит большую важность. Именно в этом году или в общем? Ну вы же на этот год планируете, да. И оно и дальше вам поможет. Допустим, вы говорите, вот мне важно в этом году все-таки выучить, допустим, иностранный язык. Вот я годы там его делаю, да, вот никак не выберу. И вот вы себе должны объяснить, в чем это важность, да. В чем он, какой смысл в этом учить. И когда вы эту важность почувствуете, то, скорее всего, вы уже будете готовы этим заниматься. Если вы себе скажете, мне надо выучить, допустим, английский язык или какого-нибудь другой, это вот будет вызывать внутреннее сопротивление. Потому что оно надо. А, то есть формулировать правильно. То есть, грубо говоря, не надо, но хочу ли я, еще не понятно. А здесь нужно именно почувствовать, мне это важно. Мне важно, и поэтому я хочу. И тогда вы будете расположены к тому, чтобы этим заняться, не заставляя себя, а как бы вот с настроем. Поэтому формулировка имеет значение. То есть, исходя из чего? Список небольшой. Потому что, если даже важного у вас будет, там, 50 номинований, то вы просто не охватите их. То мы в них потеряемся. Да, потеряемся. Поэтому вот такой совет. Следующее. Этот список из трех важных дел на Новый год желательно, чтобы он был из разных сфер жизни. Допустим, английский язык, там, не знаю, что-то со здоровьем, да, может быть, с работой. Допустим, там, по утрам делать зарядку, начать делать, да. Ну, можно что-то материальное попробовать. Что-то может материальное, да, там, в свою жизнь нести. И вот тогда, когда из разных дел, это понятно. Потому что даже если где-то что-то будет буксовать, то в другой сфере будет продвижение. А если все будут в одной сфере, допустим, выучить три языка, то вы сразу будете, вдруг мне это не удастся, тогда получается, что весь год неудачный. Поэтому лучше, чтобы это было из разных сфер. А потом, значит, желательно, чтобы сначала не браться за все дела сразу. У нас есть такой порыв, да, потому что Новый год, много энергии, много ожиданий, да, вот мы хотим, сейчас полны. Но, к сожалению, вот эта вот положительная энергия Нового года, да, волшебное чувство новой жизни, оно заканчивается, когда заканчивается новогодний праздник. Да? А потом начинаются реальные жизни. И тогда, когда вы понимаете, что вы остаетесь вот один на один с этими всеми списками, да, а есть еще все остальные дела в жизни, да, срочные, там, да, работы и так далее, и то энтузиазм резко улетучивается. Поэтому, исходя из этого, лучше планировать дела так, чтобы начать с легких дел. Легкие больше шансов имеют на успех. Допустим, мы берем наш пример, там, иностранный язык, зарядка и что-то по работе, вы будете, ну, зарядка не так усложна. Я преуспею в зарядке. Когда вы почувствуете уже, что у вас получается… Первые успехи есть. Да, первые успехи, то, ну, чего, значит, можно, в принципе, и не с ним заняться. Вот. Когда мы сразу пытаемся, ну, как я сказал, то мы можем сразу себя перегрузить и сразу почувствуем, что вот уже опять не получается, и мы скатываемся в известный такой вот наш комплекс неудачника, вот, опять мне не получилось. Я ничего не получаю. И начинаем себя культивировать чувство вины, а это у нас уже хорошо отработано раньше, и мы, этот список плавно переходит на следующий год. Поэтому сразу себя перегружать – неправильная тактика. И сразу браться за самые трудные дела – неправильная тактика. Начинать с легкого, начинать с десерта, грубо говоря. Тогда вы почувствуете, что у вас уже получается, вас это начнет зажигать, и тогда вы перейдете к другим важным делам. А когда мы составили этот список, его где нужно хранить? Повесить и визуализировать, правильно? Да, конечно, лучше, чтобы это был список все-таки написанный, то есть не только в голове он был. Ну, хорошая идея – оформить его, допустим, в каком-то таком новом дневнике, да, или какой-то визуально его, приложить усилия к его оформлению, допустим, разными цветами их написать, да. То есть пока вы это делаете, возникает такой эффект арт-терапии, то есть вы сильнее прочувствуете сам этот. Если вы просто там коряво напишите на каком-то клочке бумаги, на салфеточке, и потом эту бумажку потеряете, то это отражает ваше внутреннее отношение, да, вот к этим делам. Уже нет действительно. Да, что-то там уже, что-то не то. Поэтому можете написать на отдельном листе и повесить у себя там, допустим, на видном месте, чтобы она перед глазами была. Каждый день смотреть. Да, каждый день смотреть, это неплохая идея. Напоминать себе. А еще вопрос. Зачем это вообще нужно? И нужно ли это? Необходимо ли это действительно так сильно? Или это все вот вы себе придумали? Есть, вы справедливый вопрос задаете. Я вообще не сторонник того, чтобы привязывать новую жизнь к Новому году. То есть это хотя многие так делают, но в этой самой нашем порыве уже содержится такой вот червячок, да, как бы ложка дегтя. Почему? Потому что если мы наши важные дела привязываем к Новому году, это значит, что мы сами по себе их не можем начать. То есть получается, что... А если бы не было Нового года, то мы не начали тогда, да? Поэтому в идеале лучше вообще не связываться... Ни от чего не отталкиваться. Да, не отталкиваться, а отталкиваться от важных дел. То есть, а если начнем, допустим, 5 января, то что тогда теперь уже? Ну вот мы 10-го. Да, 10-го или 20-го. Поэтому если вы психологически готовы этот трамплин не использовать, то шансов на успех больше. Но большинству это легко. Не то, что легко, психологически легче начать с 1 января. Хотя правда показывает, что 1 января это самое тяжелое, потому что 1 января не доедет вообще. Но люди раз за разом эту ошибку совершают. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, планировать важные дела надо, потому что если вы их не представляете, как вы их будете делать, но вот так вот механически их привязывать только к первому числу, это может спровоцировать неудачу, потому что энергия первого числа улетучится очень быстро. Значит, мы с Камилой сделали все правильно, что с 10-го решили начать наш список. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам. Мы желаем вам в новом году всего только самого замечательного, волшебного. Вот погода позволяет рассчитывать на волшебство. Приходите к нам в гости еще обязательно. Спасибо, я вам того же желаю и всего вам хорошего. Спасибо. А у нас сейчас небольшая рекламная пауза. Ну что, мы с тобой полностью вооружились знаниями, как прийти в себя после Нового года. И теперь нам предстоит пройти проверку на прочность и испытать на себе еще один праздник. Старый Новый год. Так, я его очень люблю. У него, знаешь, такой какой-то особенный дух. И я тебе сейчас предлагаю узнать, как отмечать Старый Новый год по всем традициям. У нас в гостях историк Марина Гапеева. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. С праздником вас. Марина, расскажите нам о таком интересном и своеобразном празднике. У него такая интересная вся формулировка. Ты, когда ее произносишь, каждый раз задумываешься, правильно ли ты говоришь все. Расскажите, откуда он появился вообще? Что это за Старый Новый год? Вообще Старый Новый год в Осетии всегда почитался больше, чем Новый Новый год, который относительно недавно стал праздноваться, особенно в городах. А в селах до сих пор Старый Новый год его отмечают с особым почтением и с особой отношением к нему. Потому что вот именно Старый Новый год назывался Нокбон, Нокаш, по-дегорски Анжесер или Ажи Иван. И связан он был в первую очередь со сменой одного года на другой год. И, соответственно, в традиционном обществе это всегда смена хозяйственного года, хозяйственно-производственного года. То есть один год умирает, хозяйственный год уже все отжил и возрождается Новый год, соответственно, с новыми надеждами, планами, совершениями. И считалось, как ты его встретишь, соответственно, так он и будет. Поэтому готовились к нему чуть ли не осенью. Заготавливали и сыры, муку, пшеницу. Потому что, если мы говорим о традиционном обществе, то возможностей, вот как пойти в магазин и все приобрести, не было. Поэтому варили араку заранее. Лучшее зерно отбирали с урожая осеннего. Точно так же для муки лучшее зерно. Поэтому сыры изготовлялись. И с традицией, с солнечной традицией это было связано, потому что солнце — это всегда жизнь, тепло, свет. И так как старый год убывает, умирает, то и солнышко свою энергию растрачивает. А тут новому солнышку нужно помочь, его новая энергия разгорелась, чтобы она, и, соответственно, весь год снова оно грело, согревало и освещало все собой. Поэтому очень много манипуляций и традиций было связано именно с солнцем. А на земле символ солнца — это огонь. Поэтому вечером пекли арт-хурон, пирог назывался. Это солнечный огонь в переводе, если дословно огонь солнечный, солнечнович. Вот если отчество, да, если дословно переводить. Туда добавлялось масло, яйца, жир. И за счет этого этот пирог был очень сытным. Его делили по количеству домочадцев в семье. Каждому отводился свой кусок. Если, например, женщина была беременна, ей давали два кусочка, соответственно, за себя. Если кого-то из домочадцев дома не было, он был в пути, в отъезде и так далее, то за него его кусочек должен был употребить ближайший родственник. Мать за сына, сестра за брата и так далее. Позднее стали в арт-хурон монетку. Добавлять, да. Да, монетку. И, соответственно, считалось, кому попадется монетка, то более удачлив будет в будущем году. Помимо арт-хурон пирога изготовлялись пирожки в виде различных фигурок. Лаппынта они назывались. И потом на следующий день вечером, когда хазаронта ходили, как раз-таки расплачивались вот этими самыми лаппынтами. Потому что в традиционном обществе в основном жили не очень зажиточно. Поэтому что имели, то и тем и расплачивались. Особой традицией это было обязательно нужно было в ночь на Новый год развести огонь. Новый огонь, который бы символизировал уже огонь, который будет гореть весь следующий год. И чем ярче горел этот огонь, тем лучше. Поэтому разжигал этот огонь старшие в семье. И всю ночь, сменяя друг друга, мужчины поддерживали этот огонь ни в коем случае, чтобы он не погас. Потому что считалось, если погаснет, ну это к несчастьям, к бедам и так далее. Там, где высокогорье, леса было мало, то в огонь бросали крупное полено, которое символизировало собой изобилие богатства. И оно медленно разжигалось, давало тепло и долго горело. В основном это были твердые породы дерева, такие как бук и дуб. Там, где леса было много вдоволь, то полностью срубали дерево, от веток очищали. И торжественно на валах завозили вот это бревно в огонь. И постепенно, по мере того, как оно сжигалось, подвозили, и оно должно было дотлеть до конца. Еще тросточкой его взмахивали вот в залу. И чем ярче были вот эти искры, отлетали от этого, тем считалось, что они отгоняют злых духов от Нового года. И это чем ярче искры, тем богаче и изобильнее год. Как я понимаю, очень много было, да, каких-то традиций. И мы постараемся обязательно в этом году тоже попробовать все их осуществить. Вот в ближайшее время у нас есть как раз такая возможность. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, поделились с нами вот этими замечательными традициями, этим опытом. Мы будем стараться его сохранять. Вам спасибо, что позвали. Со всеми праздниками вас наступившими. Я предлагаю сейчас узнать, вот как раз детки, те самые люди, которые еще не вышли на работу, на свою основную, на учебу в детские сады. Давайте узнаем, как по их мнению, сколько должны длиться праздники. Десять, два, три, два, десять дней. Мне хватает немного, я думаю, пять. Один, десять, один день. Я устаю за это время. Когда играю, я устаю, когда отдыха у меня нет. Спасибо. Спасибо вам, наши операторы. Спасибо нашей студии. Спасибо вам, телезрители. Спасибо тебе, Альбина. Камила, не за что, но я не понимаю, что с тобой происходит. Завтра Международный день, спасибо. Я поэтому репетирую. Ну, и все равно тебе говорю спасибо. Камила, и тебе спасибо. Я тебе предлагаю сейчас поговорить с человеком, который слышит слова благодарности не только в этот праздник. У нас в гостях президент благотворительного фонда «Быть добру» Амурхан Кусов. Амурхан, здравствуйте. Здравствуйте. С праздниками вас. И с наступающими праздниками. Спасибо вам за вашу деятельность. Расскажите нам немножечко про ваш фонд и как мы можем помочь людям и куда нужно обращаться. В общем, спасибо большое. Всех с прошедшими праздниками и, как вы сказали, с наступающим праздником. Спасибо. Хочется сказать, что благотворительный фонд «Быть добру» основан аж в 2013 году. Только в этом, в 2018 году мы оказали помощь более 130 раз. Это 7 миллионов 694 тысячи рублей. Помимо этого была оказана помощь по предоставлению технических средств реабилитации. Это многофункциональные кровати, коляски, параподиумы, вертикализаторы. У нас работают такие проекты, как «Форум без границ», «Донорство костного мозга» — очень важный проект. Просто «Донорство крови». И хочется здесь отметить и поблагодарить вас за то, что всегда помогать нам, освещать эти мероприятия. Потому что роль СМИ в этом деле очень важна и ваша помощь необходима. Но вы сказали, что мне говорят часто спасибо. На самом деле, чаще меня в Осетии спасибо никто не говорит. Потому что очень добрые, их очень много, людей в Осетии, которые регулярно оказывают помощь. Буквально вот перед тем, как сюда прийти, к нам приехали очень трогательно. Приехали с церкви, которая находится в Верхней Бирокзанге. Приехал священник, говорит, так и так, я смотрел передачу «Тронут». И вот мы с твоим приходом хотим помочь вот этому человеку. Это было очень трогательно. И когда она тебя смотрит, священник, и говорит, что я восхищен вами, вы такую работу проводите. Ну, мы все ему рассказали, показали. Я говорю, представляете, я говорю, уже даже вот священники так. И, ну, это, конечно… Очень приятно. Приятно, но… И вдохновляет. Разницы нет. Священники, фонд «Быть добру» и так далее. Мы все делаем одну работу, мы хотим помогать людям. Спасибо всем. Не только жителям нашей республики, но и жителям соседних республик нашей страны. Есть выходцы из нашей республики, которые проживают в Германии, в Израиле, в Америке. Вот, например, Лариса Дедикаева. Есть такая, которая регулярно звонит, надоели. Звонит с Америки постоянно, а время же разное. Может, в час-два часа ночи позвоните. Я говорю, алло. Он говорит, кому помочь, кому помочь. Вот такие замечательные люди, готовы в любое время помогать. Давайте расскажем, как это сделать всем. Ну, есть первое. Это урны благотворительные, фонда «Быть добру». Каждый желающий, это торговые центры, супермаркеты и так далее, может оказать помощь. Также короткий смс-номер 7522, на который нужно отправить слово «Добро-15» без пробелов. Есть еще разные методы, с которыми вы можете ознакомиться на сайте добро-15.com. То есть, если хочешь помочь, ты всегда, в принципе, можешь найти возможность для этого. Божеланий и возможностей, да. Ну, я думаю, каждый человек ежедневно кому-то помогает. Вы сейчас помогаете телезрителям как-то провести весело, интересное время. Я вот смотрю на ваши печенья. Угощайтесь, пожалуйста. Да, они мне чуть позже тоже помогают. Да, обязательно. Ну, спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо за то, что... Вот за вашу деятельность такую. Мы будем надеяться, что мы как-то тоже поспособствовали, возможно, в помощи. А я призываю всех чаще говорить спасибо, делать приятные какие-то подарки, сюрпризы, без повода. И, кстати, вот слово «спасибо» мы-то с вами не все знаем, что оно означает. «Спаси Бог». То есть, все, что мы делаем, мы делаем для себя. Это жастинская такая пословица. И во имя Бога, кстати, и «спасибо» — это очень серьезные слова, которые не нужно воспринимать как «ой, спасибо». Это очень серьезные слова, мне кажется, дороже денег. Ну, это такое красивое, мне кажется, замечательное слово, которое всегда приятно услышать. Ну что, мы обещаем сделать все в новом году, чтобы раскрасить ваши будни. Это было дневное шоу «Кадарейки», и мы обязательно еще с вами увидимся. До встречи. Пока. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин